хоба привет с вами доктор влад я еще немножко про музычку я вчера вспомнил в детстве какое-то есть растение такое кустообразное с пахучими цветами вот и у них такие вот как цветы отцветают акации что ли такие вот стручки маленькие и вот если к этому стручку правильно подойти вытащить оттуда горошинки вот и дуть в нее то она начинает ну вот звук ну примерно попробую сейчас изобразить вот примерно такой звук вот принцип тот же то есть дрожит здесь вот ну здесь вот это трость вот а там ну просто между двумя вот этими оболочками двумя половинками оболочки тоже так вот она дрожать начинает и вот примерно такой звук теперь о чем я хочу поговорить сегодня кто-то мне сегодня написал что у оказывается на алиэкспрессе можно купить музыкальные инструменты и ничего не обманут и там дешевле действительно да они не обманывают но ребята вы можете попасться очень очень хорошо с этим музыкальным инструментом я вам сейчас объясню в частности вот сегодня речь идет о духовых инструментах так значит что я вам объясню а сначала я вам хочу сказать что духовые инструменты особенно хорошо для детей которые часто болеют респираторными какими-то заболеваниями то есть ну легкие у них не слабенькие да и вот легкие развиваются плавание хорошо развивает легкие еще гребли но это все спорт а вот духовые хорошо развивают так и теперь значит я вам вот что я хотел вам сказать сегодня насчет покупки покупки флейты частности на алиэкспрессе ребята не попадитесь потому что есть народные инструменты там они недорогие совсем народные китайские инструменты я вам уже показывал хулуси вот это называется хулуси она совсем недорогая давно не знают долларов 5-6 вот и на ней можно играть да но дело в том что вот народных китайских инструментов это инструментах этой народные китайские вот там другой строй вот чем дело там нет такого дурайми фасоль у них какая-то китайская музыка вот это понимаете это вот хулуси ну я я еще попробую на ней что-то сделать обязательно есть еще сон а она тоже недорогая вот у него интересная кстати мой штук вот такая вот пластиночка вот пластиковая но если вам бамбуковые еще какие-то вот и вот в нее дунешь когда вот такой звук сейчас я говорю тут совсем другой строй видите получается какая-то китайская народная музыка ну ладно это что не надо делать то есть если вы увидели дешевый инструмент на алиэкспресс посмотрите особенно там вот в картинках к нему иногда какая-то очень симпатичная китайка но это в принципе она может это та же самая китайка может рекламировать все что угодно даже саксофон но вы наберите в ютюбе вот этот инструмент тот же тоже хулуси или суону вот который я вам показал да и посмотрите кто на ней играет и какая музыка получается я я не думаю что вам уже очень хочется овладевать азами китайской музыки там другой строй понимаете вот это чё не надо не надо доделать а вот теперь чё надо делать если вы хотите быстро и дешево научиться на любую хоть на каком-нибудь инструменте духовом но вам более-менее все равно лишь бы лишь бы издавать какие какие-то звуки вот и есть такие инструменты на котором вы научитесь играть очень быстро самый дешевый вот этот вот флютофон ну похоже обычно обычную блок флейту да в чем разница флютофон называется в чем разница я вам сейчас покажу я даже фонариком посвечу у них у него вот не дырочки а вот такие вот видите выпуклости выпуклости и играть на нем не просто а очень просто строй нормальный дорами фасоль вот не нужно кстати вот часто объясняют как играть на флейте ну в частности в на блок флейте вот такие но тоже лауреаты объясняют вот нужно использовать диафрагмальное дыхание не знает еще нужно найти где-то диафрагма и как как ею дышать замучаешься ребята я вам скажу что на флейте как нужно нужно дышать вот смотрите очень простой пример понятно любому русскому вот вы пришли домой под хмельком да и вам жена говорит ну как дыхни и вы ведь не так делаете вы делаете вот так вот вот она диафрагмальная вот это вот на всех флейтах и на такой на поперечный вот и нужно вот так вот играть понятно теперь флютофон я говорю он очень простой можно в него просто дуть вот так флютофон посмотрите поищите сколько у него здесь раз два три четыре пять шесть семь дырочек 7 дырочек это вот так вам хватит офигеть ну а звук у него как в обычный блок флейты там или сопелки я не знаю как так я не помню сколько она стоит но совсем недорого так наверное есть какие-то аналоги вот это флютофона главное чтобы я говорю вот эти дырочки они будут уже очень хорошо на моей маечке видно что они выпуклые понимаете вот но если взять обычную флейту флейту любую я сейчас возьму ну хотя бы вот такой вот здесь дырки просто дырки они не возвышаются понимаете это раз что я хотел сказать сказать вот этот флютофон есть еще одна классная вещь я раньше об этом не слышал вообще бред британская по моему фирма называется нуво и вот эти нувовцы выпускают разные инструменты причем они предназначены специально для начинающих вот но вот вот это вот называется нуво дуд нуво дуд д на конце вот тут вообще смотрите как сделано интересно здесь такие клавишки не дырочки а даже резиновые клавишки и играть на ней совсем легко тут надо пальцем пыжиться чтобы заткнуть эту дырку чертову вот а здесь клавишка которая закрывает вот эта резинка дырочку как она играет у нее но у нее тоже вот такой вот я вам говорил трость называется вот я даже вы ну покажу вот она трость пластиковая пластиковые к ней в наборе еще придается несколько причем самому первого уровня топом единичка полтора два вот такое что-то на них очень легко играть может быть ты не сумеешь сам сыграть на нем симфонию номер шесть но вот что-то такое примитивно на ней очень просто я очень много перепробовал вот таких вот тростниковых инструментов дано саксофон тростниковый тростниковый наверное например да можно назвать его так или кларнет то же самое да у меня никак не получалось в них дуть пришлось сдавать назад в walmart да а эту я взял и она сразу пошла звук ну примерно как у кларнета да так что вот ну вот тут есть еще ну вот тут это флета я тоже как с не кстати выступал один раз она примерно также сделано только вот ну такая боковая да ну то есть попередикулярная флета поперечная она называется вот она в на ней тоже очень легко играть но дело в том что у нее ну совсем мало у нее маленький диапазон там но не знаю но одна но полторы актова октава даже если передувать ну то есть есть такой прием чтобы взять на ноту выше чем чем она может сыграть да даже если передувать на этой флете ничего не ничего не сделаешь у меня не получалось я пыжиться не стал я просто сдал ее в walmart это я в основном для американцев как говорю потому что вот флютофон это английское американское название и вот и вот то что я показывают ну ну ваду но он вообще-то есть ли на а лишь по моему не знаю я не уверен я брал на walmart и я себе оставил потому что любую любую мелодию очень просто просто берешь его в рот и она сразу играет понимаете ну вот так в принципе коротенько да но насчет насчет вот карманный карманного карманного саксофона я вам уже говорил еще раз повторю что есть литые на них играть сложновато вот у меня литой тоже есть вот то есть здесь монштук ну его можно вытащить но только он для вот этого карманного саксофона он и идет но играть конечно не можно но ой господи еще нужно было поставить нормально так она мне сбилась пока лежал но попробую ну можно но сложнее чем вот на той которая здесь лежит у меня и звук не не саксофон и хоть и называется карманный саксофон вот и я говорю вот этому штук не 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 поменяешь значит трости к ним идут от алта саксофона так а вот у этой можно поставить я говорю любой мундштук ну то есть от от алта тоже саксофон или альта я не знаю как вот на нем более-менее саксофон и звук конечно вот поняли да разница в цене я вам сейчас скажу вот это стоит ну где-то 10 11 долларов красненькая с доставкой все вместе но это с доставкой в америку а это где-то 15 16 долларов вот но игру мундштук вынимается как у настоящего саксофона ну в общем вот так вот ну хватит наверное просто я хотел сказать еще лишний раз напомню если дети страдают о розы им очень хорошо легкие развивать вот именно дуко духовыми инструментами ну все вроде пока с вами доктор влад задавайте вопрос ребята не стесняйтесь я отвечу чё знаю может быть я день не профессор консерватории но вот через что я прошел вот ну буквально вот в этот год да я вам расскажу как это делается я вот я говорю как это к этой трости я очень долго привыкал я думал что я тупой вот оказалось просто нужно нужно сверху зубами зубами а снизу губами губой вот и и у вас все получится понятно да ладно задавайте вопрос ребята не забывайте ставить лайки и подписывайтесь если кто-то новенький вот пишите комментарии задавайте вопросы ну и конечно я не не отказываюсь от дотации там внизу ссылочка вот если подбросите хотя бы не знаю пятерочку десяточку это это тоже это не помешает совсем пока окончательно пока с вами доктор влад да как я зарядил с этой музыкой так получается интересно я даже не ожидал пока пока все